Главная законодательная новость последнего месяца лета. С 1 августа пенсии немного подрастут, но не у всех. Пенсионный фонд России проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров. Произойдет это автоматически, никаких документов никуда сдавать не потребуется. Суммы пересчитают индивидуально в зависимости от количества баллов с зарплаты за прошлый год. Кроме этого, сумма повышения будет зависеть и от даты оформления пенсии. В конечном итоге размер индексации будет колебаться в пределах от 214 до 244 рублей. Станут получать больше и те, кому полагаются выплаты по инвалидности или потере кормильца. Однако им перерасчет производят только если пенсия назначена в 2018 году. С 4 августа вступает в силу постановление правительства, согласно которому в платежках за жилищно-коммунальные услуги может появиться новая строка. В них собираются включить страховку жилья от чрезвычайных ситуаций. Услуга будет добровольной, то есть платить за нее или нет, решают сами владельцы домов и квартир. Нашей республике новшества пока не коснется, Мордовия в список пилотных регионов не попала. С 6 августа начинают действовать поправки в административные и уголовные кодексы, которые предусматривают ответственность для тех, кто препятствует работе медиков, в том числе и для водителей, не пропускающих скорую помощь. За такую выходку отныне можно будет схлопотать пятитысячный штраф, а то и лишиться прав на целый год. Если пациент из-за этого серьезно пострадал, нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы, если умер – до четырех. Также с 1 августа те, кто в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами решил уйти на ипотечные каникулы, больше не будут платить налог на доходы физических лиц. Согласно старой редакции налогового кодекса, отсрочка по ипотечным платежам приравнивалась к получению дохода и облагалась налогом, что противоречит самой идее этой формы государственной поддержки. Программа ипотечных каникул гарантирует гражданам поддержку со стороны государства, если они столкнулись с проблемами, но в текущем виде закон позволяет гражданам фактически пользоваться денежными средствами бесплатно, что должно облагаться подоходным налогом в 35%. Для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться ипотечными каникулами, это будет дополнительной финансовой нагрузкой. Если вы хотите привезти из теплых стран побольше ананасов или, например, огурцов, вне зависимости от того, вручной клади, багаже или получить по почте, сделать это надо успеть до 19 августа. С этого дня начинают действовать ограничения, по которым через границу можно провести не больше пяти килограммов овощей или фруктов. В противном случае придется оформлять фитосанитарные документы. Под ограничения попадают цитрусовые персики, абрикосы, вишня и черешня, а также более экзотичные финики, инжир, авокадо и прочие гуаявы. Поумерить аппетиты придется и любителям заморских томатов, капусты, репы и моркови. Даже цветы придется ввозить дозировано, не больше трех букетов в одни руки, в каждом букете не больше 15 растений. Также ограничения действуют в отношении новогодних елок и хвойных веток. Павел Степаненко, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok